всем привет мужики сегодня хочу рассказать как сверлить твердую каленую сталь вот у меня есть такая заготовка для ножа твердостью 56 60 hrc это нож для фуговального станка из стали 65g вот такой нож будет хочу здесь сделать вот отверстие как буду сверлить сверлить буду вот сверлом по плитке обычное дешевое сверло купленное в хозяйственном магазине за 15 гривен сверло по плитке 4 миллиметра сейчас установим его станок и попробуем сверлить станок вертикально сверлильный обороты выставляем максимальные сейчас распакую установлю сверло вот так выглядит сверло это вольфрама кобальтовый сплав заточка здесь обычная стандартная заводская такой вид заточки хорошо подходит для сверления плитки и стекла для металла тоже пойдет но если хотите чтобы сверлила более агрессивно можно переточить я перетачивать не буду так как у меня нету алмазного круга на обычном круге заточить такой сплав будет проблемно перед этим пытался сверлить эту сталь обычными сверлами по металлу но ничего не получалось эти сверла просто сгорали и даже на пол миллиметра заглубляться не получалось и так зажали сверло в патроне сейчас немного передвину камеру чтобы было лучше видно перед сверлением нужно капнуть немножко масла она уменьшит трение и немного будет охлаждать сверло масло самое обычное машинное моторное капаем совсем немножко одну капельку примерно вот так будет достаточно делать предварительное окернение совсем не обязательно с такой заточкой сверло самостоятельно намечает место где оно будет сверлить для того чтобы сэкономить ваше время я сделаю ускорение видео ваше время Ну вот и все. Отверстие готово, на сверловку ушло примерно 3 минуты. Забыл сказать, что толщина металла здесь 3 миллиметра, то есть примерно 1 миллиметр в минуту, ну достаточно таки неплохая скорость, учитывая то, что сверло заточено не под сверление стали, а под сверление стекла или керамики. При правильной заточке скорость сверления можно увеличить. Сейчас хочу выгрудить сверло и покажу его состояние после сверления. Вот, как можем видеть, сверло ничуть не пострадало, то есть можно просверлить еще с десяток таких же отверстий. Кому понравилось видео или было полезным, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий. Смотрите другие мои видео, думаю там тоже найдется что-то полезное для вас. Всем спасибо за внимание, всем пока.